Этим вечером крупный телеграм-канал сообщил печальные новости о народной артистке России Ларисе Ивановне Удовиченко. Два дня назад весь мир российского интернета потрясла шокирующая новость о разбойном нападении на Ларису Удовиченко и ее дочь Марию в подъезде собственного дома. Лариса Ивановна успела закрыть свою дочь от поражающих выстрелов и в критическом состоянии оказалась в реанимации. Ее 31-летняя дочь Мария пропала вместе с преступниками. После двухдневной операции перехват полиция вынесла свой вердикт. Причина нападения это дочь Ларисы Удовиченко, актриса и бизнесмен Мария, которая на протяжении нескольких лет вела незаконный бизнес на территории Российской Федерации. Женщина задолжала крупную сумму денег своим партнерам по бизнесу, в результате чего и произошло преступление. Вчера вечером преступники вместе с дочерью Ларисы Удовиченко были найдены и доставлены в полицейский участок. Однако желанное освобождение не принесло Марии ничего хорошего. Женщина в результате нападения осталась невредимой, однако весь ее бизнес на территории Российской Федерации, Болгарии и Франции был арестован в связи с незаконной деятельностью и неуплатой налогов. Стало известно, что Лариса Ивановна, в последнее время живущая за границей, приехала в Россию на несколько дней по просьбе своей дочери для организации нового бизнеса. Однако поездка на родину обернулась трагедией. Вчера вечером звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» впала в кому. Лечащие врачи утверждают, что организм 67-летней артистки не справляется с тяжелыми травмами. По их словам, даже в случае благоприятного исхода Лариса Ивановна навсегда может остаться лежачей больной, а о съемках не может быть и речи. Роковую роль в этом случае сыграли два тяжелых ранения, полученные в область позвоночника. За последнее время это уже не первые трагические случаи среди советских артистов. За последние месяцы в критические ситуации попадали Наталья Варлей, Анастасия Вертинская и Лариса Голубкина. Анастасия Вертинская и Лариса Голубкина.